итак доделаем колесо напоминаю еще раз что у нас нужна папка проекта я понимаю что вас уже притомил этим делом но просто уже это чтобы чтобы это просто вам уже в мозг вошло в сам на самые-самые глубины где тут у нас велку screen то есть вот здесь все тоже фолдер выбрать на диске с вот ваш проект сказать ok и только после этого приступить к последующим действиям но кстати можно еще раз говорю можно открыть проект если вы его хотите открыть сразу и затем можно уже его поменять на папку проект итак собственно говоря вот такой к облак получился теперь если попытаться его как по-нашему говорится за sub divide применить применять мы для этого будем модификатор у посадив с вот ну и видим что получается получается но так это неплохо если бы это было бы очень действительно такая пластмассовая чушка в общем то даже уже все ничего не очень плохо получается но на самом деле нам хочется и мне хочется прежде всего чтобы здесь все было пожестче мы будем с вами назначать кризы ребрам то есть жесткость ребер лучше это делать на самом деле в самом низу модификаторе и где-то был поле а еще лучше было бы это делать до того момента когда это была одна более того даже не одна треть одна шестая часть потому что при копировании на кусочков все остается то есть вот эти веса они бы сохранились при копировании потом бы модификатор симметрия отработал все и все было бы очень здорово но поскольку я так немножко слукавил то и будем делать это уже я восстанавливаю тот кто этот интерфейс которыми должен быть то есть edit геометрия и если переключиться двойка на ребра то edges ребра так это у нас ситуация еще раз хочу сказать что мы спустились вниз по стеку и убрали вот такой вот вариант шоу энд результ он по автогл процент проще это дело действительно на этом уровне тем более что мы сейчас построим с вами таки все значения не они будут не очень точные то есть так чтобы потом можно было легко их разделить так что же здесь собственно говоря понадобится ctrl x я нажимаю прежде всего наверное понадобится так мы находимся в ребрах вот это вот это ребро дабл клик чик вот здесь дабл клик вот здесь дабл клик и вот здесь дабл клик зададим им значение крис 01 просто пока не обращаю внимание главное чтобы они были разные теперь вот здесь вот дабл клик раз пошли сюда 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 два три наверно доходим вот до этого состояния там и там то есть я удерживаю control и периодически делаю дабл клик как видите выделяются нужные ребра кстати вот то что сейчас выделился тоже нужно будет скорее всего выделить и вот так и вот так то есть вот этим ребрам дадим значение три с 02 вот и наконец вот этим внутренним частям не уверен что это сильно надо но тем не менее просто для интереса что из этого получится кстати дабл клик здесь тоже прекрасно работает на них так и здесь тоже так ничего не пропустил здесь задаем значение ну например 03 крис все с этим мы покончили по моему я сделал отмену да control x с этим мы все покончили можно уже посмотреть что получится если переключиться на симметрию и на пасаде то увидим что результат совсем другой получается все вот так вот пожестче немного но честно говоря оправданность вот этих мест я сильно сомневаюсь но для дизайну это будет то есть мы предполагаем что велосипед умеет не только ездить но и плавать вот этими колесами будет нас сгребать отличная идея по моему очень здорово я придумал вот а ну а теперь чтобы этим можно было управлять более осмысленно а выше модификатора симметрии можно кстати ниже модификатора симметрии это совершенно не важно ну давайте сделаем выше модификатора симметрии вставим модификатор криз сет он тоже позволяет выбирать ребра позволяет назначать кризы ну и одна из его опций такая очень интересная auto-generate то есть что он делает он берет и из того что вы назначили ниже по стеку находит ребра с одинаковым значением криза и делает три криз сета и в результате что это нам дает это нам дает возможность сказать что вот это например по нулям это получилось кругляшок а здесь мы сделаем опа большее значение мы получим здесь уже более жесткий переход здесь аналогично так и так и наконец вот в этом месте я кстати подумал что в общем не очень оправдан такой жесткий переход но тем не менее значение на лекции мы об этом говорили значение нормальные лежат от 0 до 0 5 плюс для того чтобы увидеть как это все выглядит итераций ну лучше сделать побольше в в ипорте 3 ну максимум 4 на самом деле больше не нужно а ой вот 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 уже началось то есть очень аккуратно а на рендере можно дать и все четыре итерации изолайн дисплей ну в принципе позволяет посмотреть всю сетку вот и видно хорошо что вот кризы работают и все прекрасно получается можно при всем дать одинаковое значение 0 2 0 2 0 2 а можно каким то увеличить каким то уменьшить ну попробуйте поиграться с этим периодически делайте рейдер шифтку горячие клавиши ну вот видите совсем другое дело то есть очень красиво очень симпатично получается конечно вот здесь наверху тоже бы что нибудь да придумать на самом деле ну если очень сильно хочется можно и здесь что то но придумывать то есть я надеюсь что принцип понятен вот и вот в этом состоянии в общем то можно даже отключить open sub div когда нужно вы их включите на рендере видите что этот модификатор не работает более того под правой кнопкой мыши можно сказать что off in viewport то есть он не будет показываться только во вьюпорте на рендере этот модификатор будет работать и у вас если у вас не очень мощный компьютер все это будет прекрасно работать и и во вьюпорте ну а рендер как правило это отдельный разговор ну действительно да все таки вот он кривоватый получился конечно при применении open sub div это как то сглаживается ну ладно значит что делать на будущее если он такой кривой да вот надо все таки более аккуратно отнестись вот к этой части и и здесь сейчас уже просто очень сложно что то решить теперь я возвращаю обратно шину on high tall что делаем ну видно совершенно что шина совершенно неподходящая да и в общем то для велосипеда действительно такая шина это слишком слишком мощно и правда ли не слышу не правда поэтому мы должны все это доделать до ума но прежде всего надо выровнять одно относительно другого теперь выделяем оба эти объекта и первое что мы делаем ну можно здесь можно помните что у нас есть такая прекрасная штучка transform toolbox и можно сказать align pivot по центрам оба объекта теперь выравниваем один объект относительно другого также по центрам то есть шина и line колесо по всем осям по центрам ну либо по пивотам потому что мы только что переместили пивот или pivot в самый начало что мы теперь видим что шина слишком широкое колесо слишком узкое вот тут надо просто принять решение кто же из них правильный на самом деле еще раз хочу сказать что такие огромные шины это на самом деле не очень хорошо поэтому мы возвращаемся вниз по стеку теперь вы знаете что это значит где ты был сплайн находим сечение вот вот и аккуратненько приводим его в чувство то есть получается что для того чтобы у меня стало нормально получается нужно взять вот эти точки непосредственно прям вот так передвинуть вот сюда вот этот ус видимо передвинуть вот таким вот образом это как то вот так смасштабировать эти усы вот таким вот образом ну какая то уж очень извращенная форма получается как то вот сюда наверно здесь можно кстати переключиться на режим смуз может быть смешины типа смуз здесь будет лучше не совсем правильно конечно то есть вот здесь вот бортик должен быть который упирается собственно говоря вот вот здесь чуть-чуть вниз ну опять же безе корнер или безе усик вот этот вот на самом деле вот этот усик слишком длинный нужно просто вернуть обратно вот на такого состояния этот усик даже трогать не нужно ну то есть вот такая должна получиться штуковина поуже обратная вторая сторона вы абсолютно правы нет никакого смысла делать ее снова берем выделяем удаляем сегменты с этой стороны выделяем сегменты вот эти находим операцию мир видим что она для сегментов не работает поэтому переключаемся на тройку выделяем вот этот вот сплайн находим мир ставим галочку вот он а ставим галочку копии и байп и байп и байп и байп и говорим мир мы получаем отражение замечательно ну а вот здесь просто соединяем одно с другим то есть правой кнопкой connect это с этим и получаем совсем другую шину уже более похожую на велосипедную видим что она прекрасно пролезает сквозь обод но это совершенно не страшно для того чтобы она не вылезала вот эти точки опускаем вниз и масштабируем вертикально сокращая размер усов смотрим что получилось отлично получилось села просто как здесь и было и можно попробовать вот это отрендерить посмотреть что получится ну вот такой прекрасный колесико получается то есть все встало на свои места и так с колесом в принципе мы закончили control s сохранить это надо пожалуй что действительно все с колесом ну и последний этап это собственно говоря уже будет создание целиком рамы крылья и сиденья и сиденья и сиденья и сиденья и сиденья и сиденья Продолжение следует...